МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Израиле обнаружили еще одно месторождение природного газа при бурении скважины Гермес на Средиземноморском шельфе, находящемся к юго-западу от месторождения Кариш. По оценке специалистов, запасы составляют от 7 до 15 миллиардов кубических метров. Главные преимущества нового месторождения – это сравнительная удаленность от границы с Ливаном, а также близкое расположение к другим ресурсам природного газа и буровым платформам, позволяющие быстро приступить к добыче. Напомню, что потребность Израиля в природном газе составляет 12-13 миллиардов кубических метров в год. Пребывающим в Израиль теперь не нужно заполнять электронную декларацию. Такое решение принял Минздрав, отметив, что информацию, которую ранее получали непосредственно от пассажиров, сегодня поступают из других источников. Напомню, что проверка справок, сдача анализов на коронавирус и масочный режим в аэропорту Бен Горион были отменены еще в мае. Авиационное сообщение постепенно восстановилось практически до тех объемов, которые были до начала коронакризиса. Ежегодно в 15-й день месяца Тишреи евреи отмечают Суккот, который еще называют праздник шалашей. В этом году он начался 9 октября с заходом солнца и продлится до 17 октября. По традиции, в этот период евреи переселяются во временное жилье из веток в Суку, усердно молятся и вспоминают о скитании своих предков по пустыне Синай. В резиденции президента Израиля Цхака Герцога установили стену для скалолазания, подготовили интерактивное шоу и игру под названием «Ловушки и лестницы», а также поставили суку, украшенную фруктами, овощами и цветами, которую пригласили израильтян. Особое внимание на праздники шалашей уделили сельскому хозяйству Израиля от прошлого к будущему. Впервые в мире в Израиле провели эксперимент по спасению птенцов филина, самого большого ночного хищника, и возвращению их в дикую природу. С 2009 года и по сей день новых родителей успешно обрели 44 птицы. Большинство из них стали жертвами людской алчности, их гнезда разорили браконьеры. Были и те, кто получил удары электрическим током. Все они в разное время прошли через больницу при зоопарке «Сафари». На каждого птенца была заведена карта медицинского наблюдения, позволявшая отслеживать изменения в состоянии филина в сирот. После полного выздоровления и консультации со специалистами по птичьей экологии их пересадили в гнезда в иудейской равнине. В Национальном парке Израиля Пальмахим обнаружили погребальную пещеру времен фараона Рамзеса II, правившего во время исхода евреев из Египта. Внутри нее были найдены несколько десятков неповрежденных керамических и бронзовых изделий. Чаши, горшки для приготовления пищи, кувшины для хранения жидкостей и сыпучих продуктов, лампы для освещения. По мнению следователей, эти сосуды использовали в ходе погребального обряда около 3300 лет назад, веря, что они понадобятся мертвым в загробной жизни. Помимо этого, в пещере обнаружили бронзовые наконечники стрел. В Московском еврейском общинном центре широкой публике представили новый российский фильм «Иван Семенов. Школьный переполох». Это веселая история о приключениях хулигана, которого на перевоспитание отправляют из элитной школы в обычную общеобразовательную. С героями картины познакомилась наша съемочная группа. Семенов! Ты теперь будешь учиться в самой обычной школе. Бесплатно. Главный герой фильма так много хулиганил, что докатился до исправительного учреждения. Не такого, где колючая проволока, но масштаб бедствия тоже ощутимый. Мальчика из элитной частной школы перевели в общеобразовательную. На путь исправления встать ему это не помогло. Выходки непоседы стали только смелее. Образ Сарванца на экране воплотил роман Погорелов. Сам он ведет себя куда скромнее своего персонажа. Ну ничего, я боялся, наверное, что-то сделал такое. Ну, например, подраться, ладно. Сейчас получишь, депутат. Это с радостью. Драться я люблю. Герои фильма поставили на уши всю школу, но при этом узнали цену истинной дружбы и верности. Продюсером картины выступил Михаил Чечельницкий, до этого работавший на проекте «Елки-8». Эта киноистория, его взгляд на то, каким должно быть настоящее детство. Прежде всего, это беззаботность, когда ты можешь позволить себе быть беззаботным, разгильдяем, можешь позволить себе веселиться. И в этом будет твоя основная и совершенно искренняя деятельность. Никто за это тебя никогда не упрекнет. Взрослый человек не может быть беззаботным, а ребенок может, наверное, в этом. Возможно, Семенов, ты просто... О, что еще за мной? Умственно отсталый. Я умный! Я умственно умный! Кинопоказ стал совместным проектом Бориса Нисанова, Международного благотворительного фонда Стмэги и еврейского молодежного клуба «Джевел Клаб» под руководством Михаэля Ставропольского. Идея сегодняшнего показа полностью соответствует нашему киноклубу. Это эксклюзивность, это создатели и интересное последующее обсуждение. Компания-производитель фильма «Проспект мира» взяла курс на семейное доброе кино. Замечательный добрый детский фильм. Я считаю, что его нужно смотреть. Тем более, в такое непростое время дети должны приходить с родителями, с семьями смотреть этот фильм и заряжаться позитивом. Потому что тут очень актуальные шутки, очень динамичная история такая, красивая, добрая и интересная. История Ивана Семенова – это киноадаптация одноименной повести Льва Давыдычева. Комедию сняли в Перми. Ее героями стали около 200 жителей города. Они не только снимались, но и помогали на площадке. В следующем году съемочная группа планирует выпустить продолжение истории о приключениях хулигана Вани. Выучить жюри легко и просто. Записывайтесь в кружки с учителями-носителями языка, организованные в московских общинных центрах. В Сокольниках. На Белой даче. В Реутове. В Измайлове. Каждому ученику гарантируется индивидуальный подход и современная методика обучения. В помощь студентам – книги, аудио и видеоматериалы. Поторопитесь, чтобы не пропустить начало обучения. Ждем вас на наших уроках. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайк и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео нам важного ошенения. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова